они с местами не подбиваются американская мечта но не моя нет я боюсь я не могу и эта машина на продаже вонящие грязище короче глубокий детали глубоченный обучайший не ничего не стреляно она вообще толстошкурная эта машина 79 63 что-то маловато маловато какая-то мышка он ее просто физически не мог вытянуть по деньгам по ремонту сделать друзья всем привет ранее у нас такого на канале не было речь сегодня пойдет про chrysler c200 друзья обязательно нужно сказать несколько слов почему этот автомобиль не популярный здесь на самом деле все очень просто он не популярный в америке директор chrysler вообще сказал край направление краснер америка он сказал что эта модель была самой нерентабельной за последние восемь лет которые chrysler вообще выпускал машины так вот эта машина построена на платформе fcp fiat company платформ так вот на этой машине еще построена куча других автомобилей мы сейчас говорим не об этом еще грим про двухсотку эта машина полноценно продавалась всего лишь два полных года в четырнадцатом году у нее было когда модель только презентовалась у нее было сто семнадцать тысяч продаж в пятнадцатом году уже эта цифра достигнула 177 тысяч продаж в шестнадцатом году провальные 57 тысяч и в семнадцатом году до распродавали то что было на складах это восемнадцать тысяч автомобилей больше их не выпускают и выпускать не будут потому что эта машина не зашла в америке соответственно не заходит она и у нас ну хотя на этой же платформе построенные пацифика и ладно это другая история так вот о чем это я если посмотреть на общий формат этих автомобилей кстати я еще не сказал про рекламации за сто семьдесят семь тысяч проданных автомобилей было 1000 автомобилей рекламации люди жаловались на масложор даже подали коллективный из который в двадцатом году был он до сих пор на рассмотрении поэтому это пока факт того что он подан есть на компанию chrysler от недовольных потребителей но решение по суду нет поэтому история это остается на какой-нибудь следующий раз вообще стоит ли брать этот автомобиль а с учетом того что суда приходят еще машины битки и вот даже у нас сегодня был живой персонаж который сказал что он вложил в машину 11 там с половиной чем-то тысяч долларов и продает он сейчас ее за 9 800 лишь бы сдыхаться и эта машина еще не доделанная в него надо еще вливать денег да для любителей chrysler а может быть но для общих масс маловероятно это лично мое мнение если вдруг вы не согласны напишите потому что мое мнение она чисто субъективно это вот то что я вижу эту ситуацию я вижу очень много машин а есть любители chrysler of есть любители и chrysler of 200 и так вот ребятки напишите пожалуйста в комментариях а нужен ли такой автомобиль у нас на дорогах и вообще рентабельно ли эта машина у нас на дорогах в данном случае антон его осматривал это свежая и стоит свежая история вот пока она есть в памяти по горячим слезам так сказать антон выбирал по горячим слезам по горячим следам это было по моему разовый осмотр насколько я видел да да был разовый осмотр человек заказал осмотр разовый приехал я на осмотр заявлено машина получала по задней левой стороне бампер крыло в общем приехал начал осматривать chrysler и капот чуть его что-то подкручивали визуально целое покрасили шпаклевки здесь по нему нет но она красная дальше подкрашенный мог тоже шпаклевки здесь нет стекла 14 год 14 14 проемов 200 это тоже много рог тоже подкрашен здесь нормально есть на двери тоже окрашивались перепыляли крыла на дверь поклевки здесь нет двери эти не снимались арка здесь поклёвано куда пришелся удар здесь местами не пробивается местами имеется ввиду вся арк более двух миллиметров шпаклевки вот так вот получается низ до ребра крышку даже красили 200 серьезного на большие разбежности от 150 до 210 это много гайки ржавые не видно чтобы они были лизаны из пятнышки тоже небольшие карта дверей целая небольшие царапины не критично сиденье здесь чуть-чуть надорванные руль не перешивался руль оригинальный шайба подлокотник целый день надо немножко по хим чистить кнопки целые карта также целая пластик подертый и ремень ну это от ремня естественно все ремень рабочий плохо заезжает обратно не доезжает много шпаклевки много-много проем шпаклеванный порог шпаклеванный здесь шпаклевано крыло шпаклевано переход на крышу в общем очень плохой вариант все печально по значениям какие должны быть на красть лире ну в зависимости от покраски есть красть лиры там где 240 прыгать 200 240 если он в двойном окрасе такое да такое норма но вообще для красть лера 140 160 вот такие вот бывают значения но нам попадались красть лиры из более большими значениями какие здесь были на этом красть лирину так для общего понимания для зрителя 180 у него на крыше было 160 это места где он пробивался до где он пробивал а там где шпаклевано полторы две и более такую машину рекомендовать нельзя там очень много шпаклевки она начнет в дальнейшем скоро отваливаться куска но самое интересное заключается в том что проходит неделя звонит нам опять этот парень и опять нужен разовый осмотр на автомобиль мы говорим слушать дружину разовый негуманно возьми эксперта на день не хочу хочу разовый ну вообще благоразумно потому что таких на тот момент автомобилей было немного но но они были нет нужен разовый все хорошо едем на второй осмотр второй крайслер что было со вторым не так второй крайслер заявлено по битфаксу он получил в правое колесо и крыло пдвс наконечники тяги болт подрамника стойки стабилизатора амортизатор бут опора амортизатора салентуру локи нижних передних рычагов жалюзи накладка жабо дефлектор радиатора кронштейн радиатора дефлектор нижний крепление фары дефлектор крепление фары фара датчка уровня жидкости бата омыватель не устал вообще 11 354 ну понятное дело какие-то вторичные повреждения были не знаете проверяли не проверяли честно говоря я купил его пригнал мне вот это сделали 20 тонн за ремонт заплатил участие выехал вот это и не нравится мне не нравится что он жрет 12 плюс я пригнал все 11 10 видели к сон там там салон ужасен еще вообще ужасно и что там было домами ходили генда мусора грязи столько и вот как машина приехала и вот так она и продается никто не ездил они она не может ехать а он приехал с дома на работу на ней с дома на работу это какое расстояние это типа от питера до москвы то видно что на ней не ездили что на так где-то стоит и вот кто-то хочет посмотреть он на ней приехал cryster 200 значит капот у нее и крашеный и он крашеный скорее все без грунта крыло подобрано в цвет капот снимался то есть капот это не вы красили но он приехал крашеный а безопасность что-то меняли мнение ничего не стреляно бампер не на месте у нее стоит топыриться мотор визуально он сухой тут значит коржи свечи не меняли до ничего еще меня фильтра менял мотор не мыл потому что ну естественно так антифриз у нее чистый ну как чистый его надо бы поменять но он имеет свой цвет это у него есть но мутный крыло это тоже украшенная фару поменяли но фара потеет по низу здесь тоже потеет она ответственный не может у них ну типа потеют все фары не к тому что я склоняюсь к тому что он скажем так не сильно честный и ну там нагрел руки там нагрел руки ну как бы говоря то есть купил допустим тоже крашеную да сэкономил чуть-чуть сказал что бомба деталь мотор чистый друг друга как бы не обманешь короче надо все делать самому так бремени нет крыло тоже покрашено менено но 75 ну как хуже она скорее всего ставилась сюда новая и она пробивается то есть возьмем крышу да она вообще толстоскура эта машина 180 это оригинал ну здесь берем 79 63 считать мало мало тогда какой зелен 66 здесь вот тоже такие повреждения вот здесь на крыле на стыке на стойке то же самое двери целые здесь мятина легкая на дверях крыша крыша нормальная заднее крыло здесь вмятина на стойке можно будет попробовать ее вытянуть но не факт относительно крайслера но еще некоторых не американских автомобилей надо сделать легкое пояснение так вот серый цвет для него норма это 140 160 микрон для красного цвета 180 200 это норма потому что у него больше лака а дальше будет у нас жемчужно-белый автомобиль там вообще норма 200 240 это абсолютная норма потому что там жирный слой лака для то чтобы увидеть объем краски там двойной окрас идет и лак поэтому разное значение стекла четырнадцатый год четырнадцатый год четырнадцатый год вот еще мятина одна багажник грязный машина не готовилась здесь по этой стороне тут все нормально крышка багажника крышка целая как-то на них зазорит тут топырится как здесь прочесан вот в этом месте и вот здесь есть царапины на дверях вот она пошла 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 и вот здесь мятина много царапин по машине очень всяких глубоких эти царапины тоже останутся они не отполируются вот по кромке дверей целая корпус зеркала зацарапанные вот царапины глубокие от ремня следы по пластику хороший ли этот автомобиль за эти деньги ну как если вот мое мнение chrysler как автомобиль за эти деньги стоимость вообще это шикарный ценник для этого автомобиль то есть хороший он или плохой но это же для каждого коротко ясно лаконично про подбор американцев что можно сказать если жизнь у американского автомобиля в нашей стране лишь и есть есть попадаются и целые машины но тут надо понимать что ты выбираешь из худшего лучше салон грязный салон химчистить салон пылесосить мыть тут надо мистер пропора сюда вызывать потолок с царапинами с пятнами надо делать глубокий дотейлинг здесь карманы не растянуты коврики есть коврик дырявый целый ремень двери эти не снимались не крутились но вот жалчина есть на болтах здесь тоже сиденье в ну в плохом состоянии имеется ввиду химчистить надо химчистить пылесосить короче глубокий дотейлинг глубоченный глубочайший не на месте так подлокотник целый козырек замацаны грязный шторы на месте есть шторка здесь работает в принципе неплохо надо служить опять же свечи менять в колодцах может быть масло вроде глушитель сечет она вот подтраивает вот ей даешь подтраивать не работает один цилиндр бордовый за 9 800 готов был отдать день уже к решил парень под заработать купил классный автомобиль на аукционе привезли его суда как-то отремонтировали вот приблизительно подобрали крылья машина уже 9 800 становится ниже его той цены который он проходил то есть он потратил уже больше чем стоит этот автомобиль на рынке в украине она еще не едет то есть он туда пихает денег она не едет она все плохое все кривое все не нехорошее поэтому скорее всего было несколько повреждений в америке одно из повреждений это было в колесо а развал суждения делали развал суждения делали в колесо тянут за собой большие последствия это амортизатор наконечники то есть что касается ходовой ступичные подшипники подрамник в конце концов может тоже быть машину не могу это рекомендовать покупки много вопросов за 9 800 отдают плохо сделанный автомобиль который троит который не едет у которого все колеса разные лысая резина все расходники под замену и вот 9 800 это практически самое дно рынка дешевле просто тупо нету плохо очень плохо ужасно человек его притянул для себя начал им заниматься но душа не выдержала и он что-то передумал сказал чтобы очень большой расход и хочет с ним расстаться то есть в очередной раз мы сталкиваемся с и некачественным ремонтом человеку наверняка пообещали что будет сделано всех ну я почему так знаю потому что очень часто никакой мастер не скажет слушай друг приезжаем и тебе влепим сюда быстренько бы ушное крыло которое уже на разборке которая поцарапана очень плохо покрашена вот такой мы тебе поставим согласен согласен очень маловероятно что была такая история соответственно в очередной раз мы сталкиваемся с и некачественным ремонтом а все запчасти хоть оригинальные были правое крыло было оригинально но она была уже окрашена она снята с автомобиля который уже попал не попадал хорошо помимо переднего правого крыла там же еще запчасти да капот был оригинал окрашенный и крыло левое тоже оригинал тоже окрашена бампер тоже был окрашен и соответственно фара правая была меня на резины на машине не было она была разная лысая диски побиты салон был в ужаснейшем состоянии там такое ощущение что ногами ходили ездили там короче надо было делать глубокий детелем потому что вонище и эта машина на продаже вонище грязище ну ладно допустим и при стоимости в 10 500 у такого краснера а многие называют американским ланосом она очень недорогая хотя опять-таки американский ланос это chevrolet malibu тоже можно сказать американский ланос но не об этом так вот выставляет автомобиль на продажу он грязнючий он в общем все как мы любим но проходит две недели и есть третий автомобиль и третий автомобиль уже вроде бы хороший продается он вроде бы по истории осмотрел продается он вот как его купили вот такой не битый не крашен он и продается ремонтировали у кого-то там было он получил немножечко в заднюю часть там бампер и задняя панель то есть ничего не делали добавить райслер а что есть задняя панель обычно продают автомобили затотали на и в чем тотал здесь то не было тотал это была хорошая машина а то есть его продали просто на аукционе дорого или ну скорее всего да что человек купил его задорого но она была целая вот как она приехала он ее поставил на учет и ездил поменял задний бампер и все вроде бы там как бы не сильный удар абсолютно потом даже закрывалась крышка багажника с трудом но закрывалась она фонари он на хомуты посадил такой колхозный ремонт а как она сертификацию прошла ну история конечно об этом умолчат мы не понимаем как такой автомобиль прошел сертификацию но тем не менее как-то он сертификацию прошел она с елками как приехала и здесь он на хомуте то есть это было снято все бампер фонари были здесь тоже все выжило подломала багажник скрывается плохо бампер крашен машина достаточно какая-то толстой шкурой у них тройной лак какой то есть так и написано там в каком-то цвете двойной лак в каком-то цвете тройной лак там но это только светлые вот особенно перламутровый белый вот там он фигачит до дофига лака вообще перебор по этой машине информации по логокрасочному где нет ну нет имеется ввиду в технику которыми мы располагаем потому что не все разные американцы а вот парни кстати с вот парни с и тари задумайтесь о том что вашей аннотации вот этой толстенной книжки просто банально нет показателей по краслеру и вот эти вот все знания приходится доставать по крупицам я знаю что вот 240 для него это нормально вообще встречаются они 160 это типа до деревни не снимались задние двери также не отнимались началась к это коррозия легкая здесь вот и смятина и уже ржавчина проступает такие вот есть нюансы здесь у него вот сколы салон принципе хорошем состоянии у нее подушка целая так шторы на месте ремень рабочий сиденье более-менее в нормальном сцене здесь есть замятости у нее дефлектор здесь значит отломан пятна вот здесь дырочки есть небольшие моторник немножко вот с крышки масло чуть-чуть где-то сопливить начинает мыши жила какая-то да вот кто-то погрыз ее и наносил туда в моторе жила какая-то мышка вот задняя часть сухая так антифриз чистый мотор тоже не чистый крылья не снимались не крутились так chrysler 200 еще два раза смотрели потому что я никак не мог доехать к ней короче суть заключается в том что он был такой момент перед новым годом когда вот надо было впихнуть автомобиль на посмотреть а мы просто зашивались даже я тогда ездил смотрел и и по киеву и по области и здесь в общем не было на свободных специалистов поэтому парень ждал практически две недели для того чтобы осмотреть вот этот вот белый автомобиль значит вот здесь вот на руле на кнопках вот они тут поковырены чем-то как ногтем кто-то такому не состоянии руль тут кто-то вот погрыз тоже учат подню видно лучше вот эти маленькие дырочки здесь люк работает все переключает все хорошо активная ошибки есть только по давлению в шине в правый датчик вчера перестал работать дефлектор этот вот менять будут вот который не работал будет работать по салону салону надо бы химчистить потому что вот по светлому как он выглядит пятна тут всякие есть грязные может собака здесь тоже надо по химчистить немножко попылесосить хотя бы сиденья работают проверяли есть вот здесь боковую боковинка в такого состояния затертая с этой стороны вот здесь выщелкнута пластмасса пленка вот местами она вздулась это она такая приехала вроде бы захлебывается как резкий газ и даешь фонарики трещина герметики ну и здесь трещина герметики здесь тоже треснул герметик внутри парень ждал практически две недели для того чтобы осмотреть вот этот вот белый автомобиль и как я понял очень не зря вну что ну как не зря хотя если туда вложить денег выровнять его это все равно дешевле чем полторы будет хотя даже если полторы за 10 с половиной получить chrysler по рыночной цене а был он приобретен от тупо ниже рынка вот ниже дна вот самое одно это мы самые дешевые находили 9 700 это там кочмар на там просто не нафиг было смотреть а этот за 9 слегка с ударенной крышкой багажника как по мне удачное приобретение удачная сделка осмотр снизу был конечно и что снизу все хорошо задняя панель просто усилитель пострадал задняя панель помимо панели что было с машиной все было хорошо и нигде ничего не течет все идеально ну запотелось было по мотору непонятно откуда потому что нам по тела в некоторых втором там в двух местах уже определить надо естественно замыть покататься и тогда ну то есть из рекомендаций все это дело замывается потом мы все смотрим откуда ну течет не течет и вообще откуда взялись эти пятна значит поддон прокладку менять надо потом замывать смотреть откуда она бежит здесь по кругу он запотевший весь здесь с угла коробки тоже немного запотевший подрамник здесь алюминий очень много алюминия при этом же все алюминиевое снизу все я знаю это крайслер ну блин ну это же крайн лонжероны частично алюминиевые до лыжи подрамник весь алюминиевый кроме вроде бы задних рычагов двух ну так тесла же тоже алюминиевое ну вот тесла тормозные шланги целые мотор надо немножко переуплотнить так здесь глушитель варили вот в него как раз удар был отвалился так усилителя здесь нету скотч пострадала панель лонжероны целые здесь тоже лонжероны целые мы здесь отломано пыльник целый и в момент осмотра когда машина стоит девять десять с половиной сразу отдают за 9 там просто что-то с бабками там надо были бабки ему что-то срочно ну как все получается осматриваем автомобилей он изначально стоил десять с половиной а потом да потом он говорит я готов с ней расстаться за 9 с этой машиной только из-за того что раз за разбитая панель и запотевший мотор в некоторых местах он ее просто физически не мог вытянуть по деньгам по ремонту сделать хорошо поменять вот поменять ваш автомобиль на краснер да или нет ни в коем случае так раз дороже нет я боюсь я не могу боюсь чего там много алюминия там сильно большой расход она не едет ну 13 литров от раза большой расход конечно это ехать если 13 литров а если стоять скорее всего очень дорого стоит запчасти все алюминиевые то есть ну и из только из расчета того что если машина будет ударена надо будет ремонтировать люминии ремонтировать дорого только поэтому он заменяем уже не минут подвариваясь ну хорошо что-то можно поговорить алюминий аргоном что варить рычаги нет замена мы не говорим о частности вот этот автомобиль который был приобретен вообще говорим про красе мне не нравится крастью о так все-таки есть люди которым красть не нравится да мне как же американская мечта но не моя но мне нравится больше целая европа чем битая америка целая европа чем битая америка это из разряда потому что есть целый кузовов состоится остальное можно починить ну конечно искать надо все время искать и это говорит волчара который каждый день смотрит автомобили десятками действительно вот многие автомобили нужно чем автоподбор полезен мы закрываем всего лишь два вопроса 2 1 мы экономим людям время а второй мы закрываем мы берем на себя все технические вопросы мы достигли то уровне когда мы можем выдавать гарантию на бушный автомобиль и до рекламации нету такого количества как было у нас раньше мы уже научились делать выбирать правильно ну ладно минутка рекламы прошла ладно как со стороны подборщика подбор именно вот самой марки chrysler да или нет или же вот человек мы почему зацепили эту историю человек говорит я вот хочу только красер на всякий случай мы потом с ним связались и задали вопрос я уже сразу не знаю только красер хотел ну вот просто нравится ответ на всякий случай последнюю машину он купил ну я я просто вот сегодня только узнала и и не мог не купить подарок это из разряда я очень хочу красера тут подарок новому году вот такой слегка стукнутый автомобиль весь целый нигде ничего не течет да где-то шерсть до нужен detailing но но 9000 но нужно доделать но chrysler но мечта но исполнилось ладно эта история уже так слегка затянулась мы слегка порассуждали на тему что такое американский автомобиль что такое chrysler будем слегка закругляться ну а с вами был николай тарануха с вами был антон подгорный наш технический специалист всем удачи на дорогах всем пока пока ну а мы пошли хорошо мы пошли в депо в депо а мы пошли в депо все пока друзья хочу сказать всем огромное спасибо за активность на прошлом видео я не ожидал что она будет от вас такой большое спасибо и за подписку нас теперь стало больше огромное спасибо за живые комментарии вот связи с этим хочу сказать технические моменты вот те которые вас интересуют то что нужно осветить друзья напишите чего бы вам хотелось больше показать ну что одни пишут вы не показываете двигатели показываете только кузов другие пишут что вы показываете лишь только проблемные моменты да друзья данным во всех видео мы показываем вас но только проблемные моменты то куда нужно смотреть ну что если делать все видео получается два с хером часа и их никто не смотрит это уже пройденный этап а вот акцентируя внимание на вот таких вот мелочах очень сильно поможете еще раз вам огромное спасибо и и и и и и и Продолжение следует...